РАДИО БОЛТКОМА УТРА НА БОЛТКОМЕ Утро на Болткоме. Приятно проводить его с людьми творческими, увлеченными. Полина Побережская, художница, у нас появляется в гостях. Здравствуйте. Добрый день. Я понимаю, что с одной стороны написано, что израильская художница, с другой стороны, живущая в Риге. Я понимаю, уже какое-то достаточно долгое, продолжительное время. Поэтому понятно, что в Digital Art House уже проходит выставка персональная. И вот, может быть, несколько слов. Там меня всегда пугают какие-то непонятные слова, иммерсивные. Что это такое вообще? То есть можно ли трогать, как это всё выглядит и что ожидает тех, кто придёт? Ну, наверное, это можно трогать, но это не главное, то, что там происходит. В отличие от обычной выставки, где просто висят картины, на которые можно смотреть, здесь, в Digital Art House, на моей выставке есть такой двойной эффект, потому что есть картины мои, которые просто висят на стенах, их можно смотреть. Они очень красивые, но они очень добрые, они очень такие, они завораживают тем, что в каждой картины как будто бы история, прямо вот как книжка какая-то, которую ты прочитал. Ну, вот когда меня просят описать, если люди не видели мои картины и просят описать, мне всегда с этим сложно, но я говорю, знаете, это такие рассказы без слов, потому что мне хочется что-то рассказать. Писать я не умею, я не писатель. Я их рассказываю теми средствами, которыми могу. Если вернуться к выставке, в чём её оригинальность, в том, что там есть настоящие картины, которые нарисованы, это холстый акрил, и такая территория, где эти картины оживают. Есть пол, есть стены, и есть главное изображение, где все эти картины начинают жить, двигаться, дышать, и ты можешь просто погрузиться, быть в центре этого всего и получить новый опыт в жизни. А для чего вы делаете такой вот опыт? Как его создают? То есть отбираются ли специально картины какие-то? То есть можно ли с каждым художником такой проделать фокус? Ох, ну, наверное, будет смело сказать, что нет. Почему? Хотя, наверное, можно, конечно, если захотеть, то можно, можно придумать и сделать всё, что угодно. Но у меня они изначально, в моей голове, они изначально были в движении. Там очень много движения в самих сюжетах. И поэтому, как только мы увидели где-то, что что-то появилось новое, такое цифровое, где можно статичное изображение вдруг сделать живым, то мне ужасно это захотелось сделать. И потом было такое немножко, было после первой моей выставки, было такое неофициальное ещё, но приглашение в очень интересное место. И там нужно было заявиться именно не с картинами, а с проектом, с каким-то. И тогда мы, это прям вот всё сложилось, но коронавирус ввёл свои изменения в наши планы. И поэтому, когда мы познакомились вот с ребятами из Digital Art House, и там всё совпало это, то это просто полетело, вот как бы всё сложилось и получилось. Как долго ещё будет продолжаться выставка, чтобы сразу определить эти временные рамки? В течение месяца. То есть она 8 марта открылась, и до начала апреля она должна быть. Так что времени, ну, с одной стороны, кажется, есть, а с другой стороны, вот эти две недельки пролетят незаметно, поэтому стоит... Она открыта в какое время? То есть это будние дни, выходные дни, там, примерно утро-вечер? Как это работает всё? Вот, значит, это место работает с 12 до 8, со среды по субботу, а в воскресенье с 12 до 6, если я не путаю. Но лучше, конечно, смотреть на сайте и точно уточнять. Точно уточнять, некрасиво. Там есть ещё большой зал, где совершенно потрясающие живые, вот такие ожившие картины больших художников проходят. Они проходят сеансами, то есть там надо на время покупать билеты, попадать в сеанс. А моя идёт просто без перерыва, поэтому в любое это время можно приходить. Ну, то есть не нужно подгадывать там какой-то сеанс, там это всё... Да, нет, в любое время. Панин, может быть, несколько слов вообще, вот как люди становятся художниками? То есть вот как начинают рисовать? В детстве начинают рисовать, там, родители отправляют в школу, или это происходит самоучкой, или каким образом? Я родилась, выросла в Новосибирске. Это очень далеко. И тогда как бы не было ещё таких, много всяких клубов детских или чего-то такого. В общем, такие сложные времена были, 90-х. И меня мама отдала просто к художнице. И по воскресеньям мы приходили, там нас было шесть человек, мы приходили к ней домой и... И просто делали, что мы хотели. Это было, наверное, самым правильным и самым потрясающим опытом в моей жизни, когда нас она не учила рисовать, а она нам просто открывала все возможности и говорила творить. Она нам даже отдавала каждому по куску стены и говорила, делайте там, что хотите. И вот несколько лет мы провели там, и было настолько естественно им потом поступить уже в художественную школу, детскую академическую художественную школу, и там уже учиться классическому рисунку, натюрморты, построение овала. А дальше уже это... Если это твоё, то ты уже... У меня была попытка выйти из этой сферы на несколько лет, но это уже невозможно, по-моему. — Насколько художники вот сейчас в нашем мире испытывают это чувство конкуренции, я уж не знаю, потому что, ну вот, количество... Насколько вот новые свежие идеи пробивают себе дорогу, потому что просто ведь фиксация вот с изобретением фотографии, условно говоря, просто фиксация реальности, реальной жизни, она уже ушла в прошлое. — Да, после того, как я выучилась в России академическому рисунку и вот всему такому серьёзному, сложному и правильному, мы переехали в Израиль. И вот там, на самом деле, почему заявлено, что я израильский художник, потому что на самом деле, как себя, как художника, как производителя чего-то, какого-то художественного объекта, конечно, это состоялось там. Потому что там, вот в школе искусств, где нам сказали... Где нам просто сломали нашу голову, где нам открывали совершенно по-другому... Открывать голову — это севритов такой перевод больше. И тебя просто учат создавать своё. Ни в коем случае не рисовать то, что действительно можно сфотографировать. То есть это никак не ценится, никто тебя не похвалит за то, что ты правильно построил овал или тень у тебя отлично легла. Только взять действительность, пропустить через себя, переработать её, доложить туда своё и только после этого выдать что-то новое. Больше нет никакого искусства. То есть это какое-то твоё высказывание. Тебе есть что сказать. Если тебе нечего сказать, и ты просто передаёшь действительность, как она есть... Ну, ты можешь, просто это неинтересно. А как удалось открыть свой язык, свой мир? Потому что эти персонажи удивительные, интересные. Они как какие-то, с одной стороны, персонажи, с которыми хочется познакомиться поближе. Как смотришь, видишь характеры какие-то очень интересные. Как они рождаются? Как они рождаются? То есть вот откуда вот, ну, сам этот язык, сама стилистика появилась? Ну, всё равно я не могу не сказать, что у меня был ещё отдельный учитель, помимо школы искусств. Я ещё потом частным образом занималась в мастерской у такого большого художника-иллюстратора израильского, Вольфа Бульбы. И, ну, он очень много что дал, и он очень много чему научил именно вот этого... Как уже это высказывание дальше искать именно своё. То есть мой поиск вот такого своего стиля, если можно сказать, он... Это он научил. Как они рождаются, я не знаю, как они рождаются. Мне кажется иногда, что это от меня вообще не зависит. Это просто в меня приходит какой-то образ, который не может меня отпустить. То есть пока я не нарисую, я не могу от него избавиться. То есть я буду сидеть в очереди и рисовать в голове картину, готовить еду и рисовать в голове картину. И пока я её действительно не выдам на холст, я просто не могу успокоиться. Это не я, это что-то другое. Ну вот как эти вот... Действительно, происходит открытие этих миров, то есть вот эти вот персонажи с какими-то сюжетами? В какой-то момент, может быть, какое-то событие или какое-то чувство, которое меня очень затрагивает что-то внутри. Меня, оно отзывается. И оно у меня, ну, по крайней мере, вот у меня так устроено, что оно в моём воображении, оно перерастает в какой-то образ, в какую-то ситуацию, где я максимально сильно чувствую. Вот. И дальше я уже раскручиваю, то есть я как бы сама себе достраиваю это так, чтобы я верила в то, что там нарисовано. Как именно, почему и какой это персонаж. Но это уже миллионы эскизов, и я просто сижу и чиркаю, чиркаю, и ищу, чтобы да-да-да, вот нет, вот здесь она так наклонила голову, нет, ну не верю, ищу что-то другое. И это такие немножечко, как ребусы, которые я зашифровываю, но сама себе. Поэтому если вдруг люди это видят, и у них тоже отзывается, я очень удивляюсь и радуюсь. Ну, всем, наверное, знаем эти истории про художников, которые бегают за каким-нибудь интересным человеком, его зарисовывая, там, лица, и ведут себя немножко странно и неадекватно. То есть там, как Репин, там, искал сапоги, ходил везде, сам приглядывался для своей картины. Так вот у вас тоже получается? Нет, ну художники, я думаю, все, кто люди, которые с визуальным искусством связаны, конечно же, они все бесконечно смотрят, 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 смотрят. И я ещё, когда у меня какие-то появляются идеи для новой картины, то я сажусь в интернет, и я просматриваю миллион того, что уже сделано, чтобы ни в коем случае не повториться. То есть если я вдруг увижу, что кто-то это уже отработал, ну всё, мне скучно, я это, скорее всего, делать не буду. Или буду искать какой-то другой способ рассказать то, что я хочу. Но нет, за сапогами не бегаю, подглядываю, конечно, везде отмечаю, сохраняю, фотографирую, но не маниакально, нормально. Наверное, один из тоже ключевых моментов – связь художника и потребителя. То есть художник ведь рисует не для себя только. Ну, я понимаю, что расстаться иногда с картинами очень безумно сложно, но вот как происходит это расставание, вот в какие руки отдаются эти работы? Разочарую вас. Не происходит расставание, я не продаю картины. Так. Мне с этим... То есть, а я-то думал, что вот прийти на выставку, можно будет посмотреть и сказать, что вот ох, вот этого я бы хотел приобрести в свою коллекцию. Ну, я не доросла до этого уровня. Я пока не вижу смысла. Ну, это пока не то, чем я зарабатываю деньги. И в себе, потому что... А как вот, то есть, получается так, что вы художник просто для себя, что ли, или для... Ну, то есть, вот я не этим зарабатываю деньги. Чем тогда? Вот чем зарабатываю? Я иллюстратор. Я иллюстратор, и я делаю на заказ иллюстрации, которые точно так же люблю. И это вообще счастье, когда ты можешь делать то, что ты любишь. Тебе за это почему-то платят деньги. И как бы даже, как это бы стрессово не было, но это жутко интересно, и это удовольствие. Картины – это абсолютно только вот... Вот это вот точно я рисовала для себя. Почему они нашли какой-то отзыв, и это выросло в первую выставку, а сейчас это выросло во вторую, мне самой очень удивительно. Я рисую иногда картины на заказ. Это немножечко другая история. Я изначально уже рассталась с тем, что я делаю, и мне это проще и легче. Но это очень сильно зависит от того, какой человек заказывает. То есть я, наверное, человеку, с которым мне сложно, я, наверное, не возьмусь. Это есть. Это легко и приятно. А что, заказывают портреты? Нет, нет, нет. Это вот мне обычно говорят, ты знаешь, вот сделай то, что ты хочешь. Я просто хочу... Вот что, что получится, вот это вот я буду любить. И так, ну, получается, и это очень приятно. Ну, я, конечно же, это обязательно связываю с тем человеком, кто это заказывает. Вот обычно всё равно это какие-то, ну, знакомые или из какого-то, из ближнего или из дальнего круга. Я что-то про них знаю или про какие-то события. И я зашифровываю туда, естественно, тоже. Ну, то есть это не натюрморт и не портрет, а это тоже в моём абсолютно стиле какая-то маленькая история про этого человека. Или про события из его жизни. Иллюстрации, вот вы упомянули, вы иллюстратор. Какие книги иллюстрируете? Есть детские книги, которые я иллюстрировала. Есть книга для подростков. И есть книги, где взрослые авторы обращаются. И, значит, их творчество я иллюстрирую, если оно мне нравится. Ну, вот, да. И ещё иллюстрации – это уже очень огромная сфера. То есть сейчас, не знаю, любая статья в интернете или любой, не знаю, есть мультики, да, то есть есть мультипликация. Есть анимация, когда ты просто рисуешь иллюстрации, а их оживляют вот так почти что, как картины, которые сейчас представлены мои. Это используется в рекламе, это используется в каких-то обучающих продукциях. То есть это очень много. Где-то не обязательно книги. Совершенно не обязательно книги. То есть можно найти очень много применения своим талантам. Конечно, конечно. Это очень классно. Это прямо отдельная сфера, которая очень живая, очень разнообразная и совершенно замечательная. А детские книги какие? Это классические или, ну, детские книги, условно говоря, там, сказки народов мира, там, «Буратино и золотой ключик» или это какие-то современные авторы? Ну, то, что из моего опыта были современные авторы, и есть такой очень известный в России человек Андрей Максимов. Вот я иллюстрировала большую книгу, там было очень много иллюстраций, когда он написал папины сказки. Он написал сказки, которые взрослые должны, не должны, могли бы с детьми читать и обсуждать. То есть они сказки, в которых заложена какая-то мораль, в басне такова, да, мораль. И из сказки иногда люди пишут сказки или какие-то книжки с какими-то рассказами. Ну, то есть я даже не могу объяснить, чтобы это было что-то вот. Или такое я иллюстрирую, или такое. Стихи иллюстрирую какие-то. Там книжка по психологии была, где есть тоже мои иллюстрации. А, интересно. А стихи насколько сложно иллюстрировать? Очень интересно. Моё главное правило, не все авторы, я думаю, что согласились бы со мной работать, мне неинтересно рисовать то, что написано. Потому что, ну, это мне кажется как-то странно, потому что это же уже написано, и человек это уже прочитает. Мне всегда хочется вот на какой-то один шажочек пойти дальше, открыть что-то ещё или добавить. И вот если автор открыт к этому, у нас получаются очень здоровские работы. И мы довольны друг другом. И стихи очень интересно иллюстрировать. Потому что стихи же это тоже какие-то зашифрованные, сжатая действительность в какие-то несколько слов, в несколько строк, может быть. И поэтому у тебя здесь такое огромное пространство для того, чтобы это открыть ещё на один слой больше, это очень интересно. Ну да, тем более, что всё-таки вот в стихах ведь нечасто бывает какое-то действие, изображение, там, сижу я у окна, и книгу я раскрыл, смотрю я, и вот это просто нарисовать человек, который сидит у окна и высунулся из окна и куда-то смотрит. Очень часто ведь это просто состояние души какое-то вот понимать его. Да, у меня есть одно правило. То есть когда я иллюстрирую текст, я себе запрещаю думать. Я себе говорю так, ну главное не думать, чувствовать. Я когда это читаю, я что чувствую? И я когда понимаю, что я чувствую, тогда я прям знаю, что я хочу изобразить. То есть вот если я с текстом прочитала текст, и я ничего не чувствую, я, скорее всего, найду очень много причин, чтобы не работать дальше. Потому что вот, говоря про иллюстратора, ведь он, ну и художник тоже, понятно, что раньше весь художник работали на заказ, и там была своя, то есть там обязательно, чтобы там человек был похожий, а может быть кто-то там хотел выглядеть даже получше, чем в жизни более красивым хотелось быть. Вот с иллюстрациями получается ведь, что если вам заказывают иллюстрацию, наверняка размер уже вот как бы задан, то есть это там вертикальный формат иллюстрации, наверняка нужно вступать в диалог с автором книги, который начинает, может быть, вдруг капризничать и говорить, что вот чего вы мне тут нарисовали, я не так всё вижу. Мне так везёт всегда с людьми, что я или я на каком-то самом раннем этапе чувствую, что, например, вот, ну не пойдёт у нас, и не вхожу в эти отношения. Но если я уже внутри, то обычно те авторы, с которыми я работала, это настолько деликатные, настолько умные, настолько хорошие люди, что я вам ни одного примера не расскажу, где бы мы, ну, вошли в какое-то столкновение. И ещё это же, ну, в любом случае, каким бы там ты художником себя не чувствовал, это работа, и это заказ, и поэтому любое исправление, любое это надо воспринимать, ну, как обычный рабочий момент. То есть здесь нет никаких конфронтаций просто потому, что я художник, давайте все восхищаться любой запятой, которую я нарисовал. Нет, ничего, совершенно нормально внесение изменений, даже можно абсолютно заново всё перерисовать. То есть это всё рабочий момент, это работа, это прекрасная, любимая работа. Но мне очень везёт с людьми. Потому что очень часто бывает, что иллюстратор становится и соавтором книги, потому что мы все знаем, что, например, у меня вылетело имя художника из головы, но тот, кто рисовал к Аллану Милну, к Винни-Пуху, к иллюстрации, это, в принципе, вот потом Дисней выкупил права не только на книгу саму, на сюжет Аллана Милну, но и купил права на иллюстрации, потому что вот все мультфильмы, они были основаны именно на рисунках этого художника, потому что было понятно, что дети уже привыкли видеть в книжках вот именно такого Винни-Пуха, и другим его уже невозможно создать. Точно так же, как и Алиса в «Стране чудес» там с первыми иллюстрациями, она переиздаётся, потому что тоже это вот настолько стало неотъемлемой частью. То есть вот у вас были такие вот случаи, когда вот прямо вживался? Ну, я думаю, что это высший пилотаж. Не было. Не знаю, ну, в смысле, может быть, потом когда-нибудь что-нибудь там встанет, но я думаю, что это высший пилотаж. Я так к себе реально отношусь. А не было вот каких-то, например, книг, которым вот просто душа просит создать иллюстрации? Потому что я читал о том, что некоторые художники-иллюстраторы, даже, ну, конечно, добившиеся уже такой большой популярности, они… Был художник-иллюстратор, который просто создал серию к «Острову сокровищ», и затем он чуть ли не устроил такой тендер между издательствами, говорит, а хотите вот издать книгу «Остров сокровищ» с этим набором иллюстраций? Пожалуйста, вот торги открыты, кто назовет большую цену, тому я и продам. И там действительно вот просто боролись все эти издательства, и книжка совершенно потрясающая. То есть там каждая голова с большой иллюстрацией, и внутри там иллюстраций поменьше прям такой. Хороший ход, мне кажется, круто. Но я пока еще не на этом уровне. Да, ну просто о какой бы книге хотели, не знаю, «Мастера Маргарита», там Евгений Онегин? Сейчас очень страшно будет сказать, у меня есть просто моя книга, которую я никак не могу закончить. О, как интересно. А кто говорил, что я не умею писать? Вот, потому что я всегда уверена, что я не умею писать, поэтому я ее не могу закончить, потому что мне кажется, слушай, ну, занимайся чем-то одним, не надо вот это вот все… можешь не писать, не пиши. Но, тем не менее, она как-то родилась, очень забавная идея, мне просто кажется, и она получилась неплохо. И поэтому, когда мне хочется что-то проиллюстрировать, конечно, я возвращаюсь к ней и думаю, так, нет, давай вот здесь… А если ее так сделать, и если у меня есть свободный мозг в этот момент, я думаю, как же все-таки ее… Как же все-таки закончить то, что я начала? Что же, я желаю вам действительно, чтобы обязательно этот проект тоже состоялся, а нашим слушателям я напоминаю, что в нашей студии была художница Полина Побережская, и именно сейчас, вот пока еще март… Субтитры сделал DimaTorzok